Доброе утро, мои дорогие! Ну, какое-то утро... Я говорю, какие-то качели в природе происходят. Ну, вчера такой день был! Тёплый, прям красота! Сегодня опять вот что это! Вот вчера не сняла бельё, уже высохшее было. Чё-то я закрутилась, не сняла. Сегодня опять сырое всё. Ну, что вот такое происходит, а? То холодно, то тепло, то холодно, то тепло. Господи, неужели такой лет всё будет? Прямо уже какие-то сомнения у меня. Ну вот, посадила вчера цветочки пустые. Вот этот вот кашпо очень большое. Не стало я туда столько надо земли. Просто ведро поставила, пусть цветут. Вот ещё кашпо, которое я весной делала. Радуют пока только вот эти маленькие цветочки мелкие. Зато вон, как они прям, эх, весело цветут. Ну вот сейчас отцветут и будет смотреть не на что. Как всегда, да, всё растение отдаст все силы, все соки этому цветению. И всё. Но пока радует. И вот этот цветок в микроволновке моей старой. Прям такие листья стали хорошие. Молодец. Я его развернула ещё наоборот. Сейчас он к солнышку начнёт тянуться. А то всё в одну сторону. Ну прям холодно. Прям холодно. Надо на улице поработать. Прям не хочется. Холодно. Ну что, на улице холодно, сыро. Вместо того, чтобы заниматься какими-то нормальными делами. Убирать комнаты и мыть окна. И опять села делать. Ну не могу. Сколько я дня? Три, наверное, не делала украшения. В общем, короче, села. Ну посмотрим, что получится. Сама ещё не знаю. Ну вот, что у меня получается. Я тут вот решила вставить звенья от цепочки. У меня просто не было цепочек. А сейчас вот я купила цепочку. И вот буду вставлять звенья. Вот. Не знаю. Или просто длинное сделать. Ну, в общем, я посмотрю. У меня вот этих бусин совсем немного. Посмотрим, что получится. Сейчас Саша звонила. Топит печку там на даче на Псковщине. Холодно тоже, говорит. Два дня дожди шли. Я говорю, ты поснимай, хоть пришли мне. Я там так давно не была. Мы ездили ещё с её отцом, когда она была маленькая. Уже лет 25, наверное, прошло. Речка там быстро. Может, кто-то, девочки, из вас живёт в тех местах. Там так интересно. Две деревни недалеко друг от друга. Одна называется быстро, а другая ясно. Вот там, где быстро, там течёт речка быстро. Ну, это такой, скорее, ручеёчек. Да. Был время. А внизу будет вот такая бусина. Из сердолика. Ну, и тут тоже будет и сердолик, и другие камушки. Вот. И, наверное, кисточку я сделаю. Посмотрю, может, ещё что найду, посмотрю. Вот так что сижу, делаю. Вот ещё сковородка тут у меня. Хочу переделать её. Мне теперь много сковородок не надо. Жареная мне нельзя. Вот хочу чего-нибудь из неё сделать. Ой, сейчас Наташа-нумеролог прислала фотографии. Они на Северном Кавказе. Ой, такие они милые с Сашей. Ой, прям интересно. Заедут? Нет, в этом году-то ко мне. Прямо я их очень люблю. Ну, что же, доделала я украшение это. Хотела кисточку поставить. Нет шапочки подходящей для кисточки. Ну, если найду, ну, вряд ли. Ну, если вдруг найду, поменяю. Ну, я вам потом покажу на манекене. Видео сделаю. Последние украшения, последние шарфики. И покажу вам. Ну, в общем, тут и сердолики, и яшмы. И, в общем, всё, как я люблю. Чтобы были разные камни, чтобы можно было разглядывать это дело. Такая, такая бусинка интересная, каменная. Как вот на ней так рисунок наносится. Так, в общем. И тигровый глаз. Ну, всего тут. Вот. Отвела душу. А то прям не могла. Руки чесались. А то прям не могла. А то прям не могла. Ой, всё забываю сказать. Кому нужно жильё в Черноморском? Есть замечательная женщина, Катерина. Живёт она, Агафонова улица, дом 100. Это прям вот если вы приехали на автобусе, вы вышли с автобуса и за автобусной станцией дом стоит. Очень удобное место и магазины, как-то и рынки. И всё там, в общем, собственно говоря, рядом. Вот. Телефон я прям вам сейчас напишу. Вот. Можете ей позвонить и узнать, что вас там интересует. Она такая приятная. Это приятельница Вити, друга моего. Мы так с ней общались. Она... Я говорю, надо же через интернет искать. Она... Ну, вот. Ну, вы знаете, да, что тут особенно люди-то не дружат с интернетом. Вот. Я взялась ей помочь. Так что звоните и договаривайтесь. Ну что, окно помыло. Теперь меня хоть видно. Собралась я в город. Надо мне на почту. Надо к Леночке Хилькевич заехать. Господи, на голове. Вот. Первый раз одела вот это вот чудо. Это с Василька еще. Уж сколько прошло. Года два, наверное. Года два. Да. Вылезает, конечно, тут телеса. Ну, ладно. Надо же куда-то хоть когда-то одевать. В конце-то концов. Ну, правда. Ладно. В общем, у меня тут бардак, разбардак. Разбираю комнаты. Гостевые. Но надо ехать. Вот, смотрите, сколько макова. Что-то Толик мой занят. Пришлось такси вызывать. Говорит, я только после двенадцати освобожусь. Ну, ладно. Вот, представляете, все вот эти вот люди, это все в Валберес. Тут целая очередь. И там, ой, там внутри народу еще. О, как они по Крыму-то поднялись. Конечно. Что-то даже с Алиэкспресса не можем заказать в Крыму. С этими санкциями, пропадя, не пропадом. Вот, все теперь в Валберес. А мне, к сожалению, там нечего заказать. Там одно дерьмо. Все для дешевой бижутерии. Вообще не пойми, что. Иду пешком. До рынка меня довезли. Зашла на Южный, купила зеркало увеличивающее. Я, как еду в Питер, там обязательно забуду свое зеркало. А в обычном я не вижу ничего. Купила. Ой, смотрите, какие маки. Ой, какие. Шикарные. И тут дорогу сделали. Слушайте, прям. То сначала центральные делали все дороги, а теперь просто вот. Ой, сколько же денег. Представляете? Сколько денег. Пущивают сюда. Так, а там что такое на футбольном поле? Какой-то матч будет видно. Какая-то круглая палатка, что ли. Смотрите, какое дерево огромное. Это из частей царских, видно, времен. Это же вот парк воронцовский был. И вот такое вот дерево. Просто вообще. О, переименовали. Кавказский дворик в оазис. Чё толку переименовывать? Суть-то та же. Пади. Ну, хотя, может, чё и изменится. Один раз мы были в начале. Лет шесть назад с Алинкой. Ну, такого дерьма наготовили. Боже мой. Больше в этот кавказский дворик мы и не ходили. А вот этот дворик я очень люблю. Я сюда обычно захожу, если пешком иду. Зайти, посидеть, покурить. Ну, и посмотреть на что-нибудь новенькое. Вот тут растения продают. Магазин Кашпул. Так, сейчас надо посмотреть. Тут всегда тень. Не жарко. Прям красота. Хорошо. Птички черенкают. Лягушки-то интересно живы. Изумрудные в пруду. Ну, они редко вылезают. Они прямо изумрудного цвета. И рыбки там вон плавают. Да живы, наверное. А что им сделается-то? Я когда-то вот их показывала. Одна вылезала. Сейчас не видно. Потом лилии будут свистеть. Своя жизнь ведь там, да? Под водой-то. Ну, еще вода, еще чистая. А потом вся позеленеет. Вон рыбку, видите? Красненькую. Ну, такой оранжевого цвета. Разбитый экран. Не приближает. Вон еще одна. В зарослях он там. Вон, 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 вон. Их там много, но таких мало. Красивых. Выплывают там мелко. Лягушек не видно. Ну, ладно. Я не последний раз тут хожу. Может, еще попадутся. Хорошее прям. Хорошее, тенистое место. Что-то у них тут видно было. Так. Скоро розочки зацветут. За ними, правда, никто не ухаживает. Не обрезают. Вон они с того года висят. Вот. Вот и пуд рядом. Сейчас в пуд зайду и Толику позвоню. Ну, что, мои дорогие, я вернулась. Купила вот таких вот еще цветочков посадить. Ну, один уже посадила. Ну, вот еще у меня три есть. И, наконец-то, наконец, я увиделась с Леночкой Хильченко. Год мы не могли с ней встретиться. Ну, вот, да, вот. Оказалось, что она живет на улице Дмитрова. Дмитрова. И мы с Толиком заехали. Ей нужно было отремонтировать бусы. И вот целый год. Вот так вот. Живут люди рядом вроде бы, да? И никак. Очень красивая женщина. Прям леди. Прям леди. Она педагог. Но это мне уже Толик рассказал. Вот. Они друг друга знают, оказывается. Очень такая прям... Ой, какая приятная. Прям... Мне очень нравятся такие женщины. Сама я совсем не такая. Но очень мне нравится. Прям понравилась она. Вот. Вот пока везла, пообломались цветочки. Так что сегодня вечером мне есть чем заняться. Вот такие коралловые бусы. Тут все очень просто. Просто вот, видите. Нужно поменять тросик. Все это пересобрать. Вот. Они и так сами по себе самодостаточные. Переделывать тут абсолютно нечего. Так что вот займусь. Сегодня. Купила зеркало. Которое в пять раз увеличивается. Купила колер вот таких вот цветов. Захотелось мне прям яркого. Ну и продуктов на две тысячи накупила. Но продуктов... Толик говорит, куда ты столько вот это? Что-то это огромный неподъемный пакет. Я говорю, Толь, У меня дома нет ничего из того, что едят ребята. Они едят и кетчуп, и майонез. Я же не ем этого. Сахар. Там всякие... Они любят вот есть по утрам. Не кашу. Ну кашу тоже будут есть. Куда они денутся? Ну они любят вот эти шарики с молоком. Ну привыкли. Ну в общем... Рыбы купила. В общем, короче, огромный пакет. Вот. Ну и себе купила. Зашла там печенье для диабетиков. Трёх видов. Вафли, печенье. Вот. Ну мне-то, в общем, собственно, у меня кончился творог. Вот творогу купила. Вот так вот. Вроде того-сего, того-сего. Уксус мне нужен был. Сода у меня кончилась. И, короче, получился прям неподъемный пакет. Толик еле тащила. Вот так. Я тут опять поджигательством занимаюсь. На закат бы не опоздать. Да набралась этих коробок. Тут ещё какие-то ветки несожжённые. Сейчас прогорит. И поскочу на закат. Всё разбираюсь, разбираюсь. Я уже сегодня Толику, говорю, Толик. Разобрала гостевую комнату. Завалила всю терраску. Куда это всё девать? Ой, девчонки, не выкинуть. Потому что вот я по себе уже знаю. Стоит выбросить. Ну, вот самое большое через неделю понадобится. Думаешь, вот блин. Люди, которые не делают ничего, им и не надо. Посмотрите, что творится. Видите? Вот эту вот паутину. Видите? Это всё паучки маленькие. Вон ещё сжигать коробки надо. Вот представляете? Садюга сожгла всех. Их сейчас столько кругом на паутинах висят. Это просто... А потом они вырастут огромные, жирные. У меня же арахтофобия. Я их не могу. Ну, посмотрим, что нам сегодня. О! Красота! Я говорю, ветер кончается. Всё, тишина. Покой. Красотища. Вот. А что я вам хотела рассказать напоследок? Звонила мне Саша. Они... Приехал вчера Даня. Они завтра поедут в Питер. Ну и сегодня поехали... Когда-то мы ездили 25 лет назад. Это были ещё жилые деревни. Теперь это уже всё. Всё заброшено. Дом... Бабушек, свекрови моей царства небесной, её сестёр. Они умерли. Всё там заброшено. Всё разворовано. В общем... Грустная картина. Саша говорит, я снимала. Но грустное получилось видео. Мост размыло. Чтобы проехать в другую деревню. Ясно, там мост размытый. Они туда не попали. Мало того, они там ходили. Вокруг этих домов брошенных. И там колодец заброшенный. Видимо, сруб сгнил. Ну, Саша-то помнит, что там колодец был. А Данте без поводка бегал, там скакал в лужах, купался. Данте просто счастлив. У ребёнка это прям вот курорт. Ему так там нравится. Он бегает, сломя голову и всё подряд ест траву, цветы и всё. И, короче говоря, Саша говорит, я только говорю Дане, одень поводок на него. И он у них на глазах в этот заброшенный колодец падает. Ну, хорошо там, ну, как сказать-то, там воды-то в глубину-то много. Но вода близко. Сашка говорит, всё, я представила, что он упал. И сейчас он уйдёт на глубину и утонет. Она говорит, всё, у меня истерика, я в слёзы. Данта благополучно вынурнула оттуда из воды. Из колодца из этого. Они его вытащили. И он, хоть бы что, он довольный. Искупался. Вообще, смех и грех с ними. Я говорю, вот так вот. Ребёнок на глазах чуть не утонул. Она говорит, его же никто не учил плавать. Я говорю, да ладно тебе, собаки плавают очень хорошо. Так что парень наш принял крещение. В бывшей деревне быстро, в Псковской губернии. Так что завтра поедут в Питер. Саша там скучно. Интернет не ловит. Телевизора нет. Она там книгу какую-то читает. Нашла книгу какую-то старую. Ну, конечно, ей скучно после города. Чё говорить-то? Ну, неделю выдержали. Ладно. Я говорю, зато там чистый воздух. Аисты. Всё хорошо. Там, где аисты, там чисто. Я говорю, воздухом зато подышали. Вот. Так что вот такие вот дела. Ну, что, день у меня сегодня пролетел как-то, но такой удачный. И много чего я сделала. И сейчас ещё предстоит. Сейчас бусы буду собирать. В общем, так-то всё нормально. Чего и вам желаю, мои хорошие. Ну, и давайте прощаться. До завтра. Хорошего вам вечера. Спокойной ночи. Пусть вас никто не огорчает. И сами себе вот не нагоняйте ничего. Потому что я по себе знаю. Из-за какой-нибудь мелочи накручу себе голову. Чёрт чего. Не надо. Надо как-то спокойнее ко всему относиться. Беречь себя. Беречь своих близких. А остальное уже не от нас зависит. Чё сделаешь-то. Гоняешь. О! Лет начинается. Так что давайте, мои дорогие. Пусть всё у вас будет хорошо. Я вас целую, обнимаю. Вот видите, потихонечку узнаю своих подписчиков в Черноморском. Просто, я говорю, на меня такое впечатление. Вот Елена произвела. Ой, какая женщина вообще. Ну, просто. Красивая. Ухоженная. Такая вся прям вот. О! Конфетка. А не девушка. Она бабушка. Но вот её бабушкой назвать язык не повернётся. Какие молодцы вот такие женщины. Я не такая. Но мне очень нравятся такие женщины. Ну, ладно, зайки мои, давайте. Солнышко уходит. Пойду сейчас поем чего-нибудь. А чё я поем? Творожку, наверное, поем. Да буду с бусами сидеть. Мне надо сделать, потому что приедут мои банда мурманская. Мне будет... Я думаю, что, наверное, не знаю, будет ли у меня вообще время на что-то. А буду мальчишка снимать. Сашка приедет. Ой, я не могу. Ой, с ним-то точно не соскучишься. А для него, представляете, как всё нового? Он же тут был, но он был маленький совсем. Он и не помнит, конечно. А сейчас его интересует один вопрос. Тарелка у меня есть на крыше? И когда я ему сказала, что есть, он прям у него глаза загорелись. Ах, тарелка настоящая! Вот, а сколько сейчас всего нового-то для него будет? Прямо снимай и снимай. Ну и глаз да глаз за ним. Так, ладно, я уже опять разболталась. Останавливайте меня. Всё, мои хорошие, давайте. Пока-пока. До завтра. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»